МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем, как задержали подозреваемого в ограблении спустя 20 минут после преступления. Нужны деньги были. Пришла глупая ситуация. И как перевозчик наркотиков сам невольно выдал себя полицейским. Сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль марки Керри. Об этом и не только. Прямо сейчас. 60-летнего нумизмата застрелили в его собственной квартире. Он жил один. Ни жены, ни детей у него не было. Тело с огнестрельным ранением в голову обнаружила родственница, пришедшая его навестить. Следователи не исключают, что, возможно, мужчина сам впустил убийцу в дом. Алла Рыкова с подробностями. Безобидный человек. Безобидный. Очень жалко. Очень жалко. Хороший человек. Коллеги погибшего до сих пор не могут поверить в произошедшее. Рассказывают, что погибший был очень добродушным человеком. Никогда и ни с кем в конфликты не вступал. Жил один. Коллекционировать монеты начал очень давно и был большим специалистом в этом деле. В основном мы консультируемся у него. Он достаточно серьезно занимался монетами. В основном и иностранными. Европа там, западные. По версии следствия, убийство произошло 18 декабря. Злоумышленник проник мужчине в квартиру. Возможно, пострадавший знал своего убийцу и сам его пустил. Известно, что незадолго до этого он продал дом и приобрел квартиру в Рокчино. По предварительным данным, выстрелы были произведены из ПСМ. Смерть мужчины наступила накануне. Тело потерпевшего обнаружили его родственники. Мужчина проживал в квартире один. В настоящее время проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого, а также на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. На самом ли деле мужчина хранил дома коллекцию монет, и сколько она могла стоить, неизвестно. Информации о том, что из квартиры что-то пропало, отсутствует. Со слов друзей погибшего, мужчина был полон жизненных сил и, отметив свой 60-летний юбилей, готовился начать новый этап. В Рокчино, где долгое время он работал учителем английского, приобрел квартиру и покупал мебель. Готовился к переезду. Что же на самом деле произошло в тот роковой день, предстоит выяснить следствие. Аллы Рыковаза Цамигулин, вызов 112. 29-летняя девушка погибла в результате наезда иномарки на улице Серова. По предварительной версии автоинспекторов, она переходила дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, а не прямо по зебре. 24-летний водитель Форда Фокус в столкновении с человеком избежать не смог. В результате пешехода откинуло на асфальт, а автомобиль после удара вылетел с дороги в кювет. Девушку с ушибом головного мозга и переломом основания черепа доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась спустя несколько часов. Три автомобиля столкнулись на улице Осиновская. Предварительная причина происшествия – гололед. Один из автомобилей занесло на скользкой дороге, в результате чего неуправляемое транспортное средство ударило машины, стоящие в заторе на встречной полосе. По счастливой случайности удар пришелся по касательной, в результате чего никто не пострадал. Дмитрий Аринин продолжит. Сначала вот Сузуки угрелся, потом по касательной мне заел. Авария произошла в тот момент, когда весь поток практически стоял на месте, рассказал владелец Гранты. Он направлялся в сторону улицы Залесная, пока на его полосу не вылетел Митсубиси. Сначала японский на марку ударил автомобиль Сузуки, после чего достался и отечественному автомобилю. Колесо, крыло, бампер, паскульник, и это колесо назад, левое переднее, вело назад. Больше всего пострадал автомобиль вероятного виновника аварии. Покинуть с места происшествия без помощи эвакуатора, его машина была не в состоянии. Говоря о причинах аварии, ее хозяин посетовал на скользкую дорогу. 40 километров в час ехал. 40 километров в час? Да, занесло просто и все. Учитывая обстоятельства, вероятному виновнику аварии остается надеяться, что страховых выплат хватит на восстановление разбитых автомобилей. Дмитрий Ирин, Ирин Айрат, Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Три человека, включая 9-летнего ребенка, погибли на пожаре в Казани. Жуткая трагедия произошла минувшим вечером в одной из квартир на первом этаже 9-этажного общежития по улице Назарбаева. В комнате горел диван. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. При тушении пожарной обнаружили тело 9-летнего мальчика, его 34-летней мамы и 62-летней бабушки. Бездыханные тела спасатели передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Реанимационные действия не помогли, врачи констатировали их смерть. Что стало причиной трагедии, выясняют дознаватели. Алексей Исматов, которого несколько дней искали по всему Нижнекамску, нашелся. Напомним, 20-летний молодой человек, инвалид второй группы, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пропал, уйдя из дома, оставив там телефон и документы. После того, как сюжет вышел на телевидение, поисковикам позвонили из клиники. Персонал узнал в нем своего пациента. Молодой человек поступил к ним избитым и без памяти. Единственное, что рассказал врачам, что купил алкоголь и познакомился с каким-то мужчиной. Задержали по горячим следам. В Казани молодого человека, подозреваемого в ограблении, задержали спустя 20 минут после похищения чужой сумки. На потерпевшую женщину напали возле ее дома и, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовали добровольно расстаться с ценными вещами. Но женщина оказалась не робкого десятка, что и помогло задержать налетчика. Как выяснил Рамиш Айдулин, это не единственное преступление, в котором его подозревают. Вот так просто молодой человек объяснил причину своего поступка. Со слов 42-летней потерпевшей, она возвращалась домой поздно ночью. Уже у подъезда на нее сзади набросился неизвестный мужчина. В руке он держал предмет, похожий на пистолет. Требовал деньги. Женщине удалось выкрутиться и стащить с его лица маску. Злоумышленника это не остановило. Он сорвал сумку с плеча жертвы и убежал. В результате своевременного обращения потерпевшей в полицию, подозреваемый, приметы которого она подробно описала, был задержан сотрудниками экипажа патрульно-постовой службы спустя 20 минут на одной из улиц города. Отпираться задержанный не стал и поделился подробностями нападения. У меня с собой был климатически не работающий пистолет. Я его достал. Ну, то есть она видела. Она видела. В отделе полиции Япеева в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Меру пресечения избрали в виде заключения под стражу. Но в процессе следствия выяснилось, это не первый и единственный преступный эпизод, к которому может быть причастен мужчина. Также сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению мошенничества и кражи имущества и съемной квартиры, где он проживал. По данным фактам, следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Если вина молодого человека будет доказана, ему может грозить немалый реальный срок лишения свободы. Рамин Шайдулин, Алла Рыкова, Вызов 112. За неделю жертвами мошенников стали 40 казанцев. Это только те, кто обратился в полицию. Чаще всего горожане отдают свои сбережения аферистам при совершении сделок купли-продажи в интернете, поверив сообщениям о выигрыше призов и при разблокировке банковской карты. Полицейские, студенты и муниципальные служащие провели акцию, направленную на борьбу с мошенниками. Они беседовали с прохожими, раздавали информативные памятки и давали советы, как защититься от обмана. Несмотря на неоднократные предупреждения, казанцы не перестают попадаться на уловки мошенников. Причем жертвами жуликов становятся не только пенсионеры, но и даже молодые люди. Поэтому стражи порядка стараются проводить подобные акции на постоянной основе. Сотрудники автоинспекции Казани остановили автомобиль Киарио. Для рядовой вроде бы проверки, но заметили, что пассажир в салоне стал сильно нервничать. Причину его волнений стражи порядка обнаружили в ходе более тщательного досмотра. Про себе у него оказалось почти 70 граммов запрещенных химических веществ. Алина Бережная с подробностями. Автомобиль ехал из Нижнего Новгорода в Пермь. На пассажирском сидении находился 30-летний житель Хабаровского края. После остановки он стал заметно нервничать. И справиться с волнением у него никак не получалось. Именно этим он и привлек внимание стражи порядка. В результате досмотра при нем были обнаружены сверстки с веществом однонаркотического происхождения. Экспертиза была установлена, что изъятое вещество является наркотическим средством, мефедрон, общим весом 68 грамм. Запрещенные вещества изъяли, мужчину задержали. До выяснения всех обстоятельств взяли под стражу. Теперь ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на сбыт наркотических средств крупного размера, продолжается. Теперь следствию предстоит выяснить, откуда у задержанного наркотики и что он собирался делать с таким большим их количеством. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.